Шедевр военного искусства Почему операция советских войск Багратион считается одной из самых успешных во время ВОВ? 23 июня 2019 года, 11.52 Святослав Князев 23 июня 1944 года войска Красной Армии начали белорусскую наступательную операцию Багратион, одну из крупнейших за всю историю. Военные в сжатые сроки освободили от нацистских оккупантов Белоруссию, часть Прибалтики и Польши. Фронт в зоне ответственности немецкой группы армии Центр рухнул, а сама она была практически полностью уничтожена. По мнению историков, советское наступление позволило западным союзникам по антигитлеровской коалиции закрепиться на Атлантическом побережье Европы. Операция Багратион внесла заметный вклад в развитие стратегии, оперативного искусства и тактики ведения боевых действий, стала прологом к победе в Великой Отечественной войне. В период с 23 июня по 29 августа 1944 года советские войска успешно провели крупномасштабную белорусскую наступательную операцию Багратион против группы немецких армий Центр. В результате вражеская группировка потерпела сокрушительное поражение. Были созданы благоприятные условия для нанесения ударов по войскам противника в Прибалтике, Восточной Пруссии и Польше, на Варшавско-Берлинском направлении. Пролог к Багратиону Летом 1941 года нацистские войска всего за несколько недель оккупировали территорию Белоруссии. На захваченных землях находились около 8 миллионов мирных жителей и 900 тысяч военнопленных Красной Армии. Согласно данным Госархива Белоруссии, за годы войны на территории республики были уничтожены около 3 миллионов местных жителей, порядка 400 тысяч. Нацисты угнали в рабство. Были разрушены более 200 городов и поселков, а также 9200 деревень. Весной 1944 года на фронте образовался так называемый белорусский балкон, клин, направленный вглубь советской территории. В апреле советское командование разработало планы летнего наступления, которые подразумевали нанесение мощных ударов по флангам противника, окружение нацистской группировки в Белоруссии и полное освобождение БССР. Важную роль в подготовке операции сыграли замначальника генштаба РКК генерал армии Алексей Антонов и командующий Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский. 29 июня 1944 года ему была вручена бриллиантовая звезда маршала Советского Союза. Военный историк Юрий Кнутов рассказал в беседе с RT, что разведка собрала достоверные данные о нацистских войсках и провела дезинформационные мероприятия. Советские спецслужбы полностью переиграли нацистов. Велись радиоигры, проводилась имитация переброски войск. Это заставило гитлеровцев поверить, что основной удар будет нанесен на Украине. Даже когда советские войска пришли в движение на территории Белоруссии, немцы думали, что это отвлекающий маневр, отметил эксперт. По его словам, наступать на мощные немецкие укрепления Красной Армии предстояло в тяжелых условиях, через леса и болота. Это еще одна причина, по которой гитлеровцы не верили в советское наступление в Белоруссии. Белорусская наступательная операция основу оккупационных сил Вермахта в Белоруссии составляла группа армий «Центр». По различным оценкам, общая численность гитлеровских войск составляла от 850 тысяч до 1,2 миллиона человек. Из-за того, что немцы ожидали удары советских войск на других направлениях, количество бронетехники и авиации в Белоруссии было относительно небольшим. Группа армий «Центр» включала одну танковую, две танково-гренадерские дивизии и всего один батальон «Тигров». На аэродромах базировалось около 40 истребителей. Также по теме. Минобороны РФ впервые представила архивные документы об освобождении Белоруссии. Стратегическая наступательная операция советских войск по освобождению Белоруссии Багратион считается специалистами одной из. Несмотря на нехватку техники, значительную часть личного состава составляли отборные части, имевшие опыт ожесточенных боев на Советско-Германском фронте в 1941-1942 годах, подчеркнул Кнутов. С советской стороны к участию в наступлении были привлечены от 1,2 до 1,6 миллиона солдат и офицеров, военнослужащие 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а также 1-го Прибалтийского. Из-за количества задействованных сил Багратион считается одной из крупнейших операций Второй мировой войны военной истории, заявила в беседе С.А.Т. научный сотрудник Музея Победы Ирина Архангельская. 22 июня советские войска провели разведку боем и на следующий день нанесли основный удар по гитлеровским позициям. Всего за несколько суток был разгромлен 6-й армейский корпус вермахта, действовавший под Витебском. К западу от города советские войска окружили 53-й армейский корпус. Впоследствии солдаты Красной Армии вытеснили нацистов из Витебской Орши. Войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника и освободили часть Могильевской области, включая ее административный центр. Советские военнослужащие преодолели болото, которое гитлеровцы считали полностью непроходимыми. От 40 до 70 тысяч нацистов попали в окружение и были либо уничтожены, либо взяты в плен. После успешных действий на севере Белоруссии войска 1-го Прибалтийского фронта приступили к освобождению Латвии и Литвы. В июле от нацистов были очищены Доугавпилс, Шауля и Югава. Войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили от гитлеровцев Вильнюс, гарнизон которого насчитывал около 15 тысяч нацистских солдат и офицеров. В дальнейшем советские солдаты взяли Лиду, форсировали Неман и заняли плацдарм на его берегах. В конце августа военные вышли к границам Восточной Пруссии. Южнее войска 2-го Белорусского фронта освободили Гродно и Белосток и подошли к довоенным границам СССР. В августе они заняли плацдарм за Наривом. Силы 1-го Белорусского фронта успешно наступали западнее Минска. После освобождения Барановичей, Пинска, Кабрина и Бреста советские войска вошли на территорию Польши. По словам Юрия Кнутова, в августе военные Красной Армии стали выдыхаться, поскольку ощущалась нехватка ресурсов. Если бы советские войска продолжили наступление любой ценой, то это могло бы закончиться для нее так же, как и Варшавская битва 1920 года. Поэтому под Варшавой пришлось остановиться, подчеркнул историк. Спасение союзников. Кнутов отмечает, что белорусская наступательная операция представляла собой целый каскад окружения немецких войск, из которых тем либо не удавалось вырваться, либо получалось выйти с огромными потерями. Это свидетельствует о том, что операция была рассчитана просто блестяще, с математической точностью, рассказал историк. Также по теме. Решительный прорыв, как белорусские партизаны противостояли нацистам во время карательных операций с 25 мая по 17 июня 1944 года нацисты провели масштабную карательную операцию «Баклань» против партизан и мирных жителей на территории. По его словам, советско-германский фронт в Белоруссии рухнул, а группа армий «Центр» де-факто перестала существовать. Считавшаяся ранее непобедимой гитлеровская армия «Центр» сохранилась только на бумаге. Это была благородная месть советских воинов за события 1941-1942 годов, подчеркнул эксперт. На сайте Минобороны РФ отмечается, что в ходе операции «Багратион» в Белоруссии были полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады вермахта. 50 дивизий потеряли более 50% личного состава и лишились боеспособности. Как отмечает Кнутов, в результате боевых действий советские войска потеряли около 150 тысяч убитыми и пленными, а также порядка полумиллиона ранеными и больными. По данным Совинформбюро, нацистские потери составили 381 тысяча убитыми и 158 тысяч пленными. В 500 тысячах человек оценивает потери вермахта историк Алексей Исаев. Он пишет в книге «Операция «Багратион»» Сталинский блицкрик в Белоруссии, что с 23 июня по 4 июля 1944 года советские войска взломали оборону противника, разгромили главные силы группы армии центр и продвинулись с исходного положения до Меридиана западнее Минска почти на 240 километров. Это давало среднесуточный темп наступления около 20 километров в сутки. Такой сокрушительный разгром казался почти невероятным. Как отмечают историки, по Садовому кольцу прошли около 57 тысяч пленных нацистов. По словам Кнутова, операция «Багратион» стала одним из ключевых моментов Второй мировой войны. В это время гитлеровцы пытались сбросить в Атлантический океан высадившихся во Франции британцев и американцев. И если бы не советское наступление в Белоруссии, лишившее нацистов возможности перебросить резервы в Европу, то у вермахта могло бы все получиться, считает эксперт. «Операция «Багратион» — это настоящий шедевр военного искусства, подлинное свидетельство того, что к 1944 году мы оставили немцев далеко позади в плане развития военной науки», — подытожил Кнутов. «Операция «Багратион»»